Дорогие друзья, здравствуйте! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня я вам хочу рассказать о 335-й расческе. Из моих наблюдений, из моих тестов и в моей работе данную расческу я предпочитаю использовать на длинных волосах. Также данную расческу советую использовать мастерам мужским, которые любят делать тушевку на длинных расческах. Очень удобно делать тушевку за счет своего длинного полотна. Достаточно где широкие зубья, как вы видите. У нее очень удобно делается тушевка. На средних длинных, на коре, если вы будете данную расческу использовать, можно ей также стричь. Ну, честно вам сказать, за счет того, что она очень длинная, мне кажется, неудобно будет вам стричь. То же самое каре на средних длинных. Короткие тем более, потому что она все-таки длинная, неудобно вам будет стричь. Поэтому я все-таки рекомендую стричь вам ей на длинные волосы, также и на мужские тушевки исполнять. Пластик такой же, как и на других расческах, ни в чем не отличается. Дырочки тот же самый, это у нас сантиметр. Каждое одно деление, это у нас сантиметр для создания более точных стрижек, чтобы вы могли замерить. Также она у нас гнется, как вы видите, да. Цвета представлены достаточно большое количество. Ну, у меня сейчас, как вы видите, всего лишь три таких самых интересных цвета. Это фиолетовая, красная и зеленая. Ну, вот это, в принципе, все, что я вам хотел сказать об данной расческе. Где ее использовать, ну, и как бы, как я бы ее использовал, как и я ее использую. Также вот с вами делюсь своим мнением. Спасибо. Будут вопросы, пишите.